Здравствуйте, друзья! Это Одинцова. Это стадион центральный, это значит, что Винлайн Медиа Лига вернулась в Одинцово. Сегодня уже второй матч здесь, это второй тур. Нет уже ничего удивительного, никаких сенсаций. Оленченко играет в этой команде защитника, в этот раз правого. Имайск, Роботов, Левшук в обороне, Муха в воротах, Дубинью, Маричев, Ряба в центре поля, Питча, Логоа и Дава, он же Давид Агикян, в атаке. И Саслан Маратович Гатагов с этого сезона, он батя все время кричал, вот то самое неразборчивое, а теперь, ну, подстраивается. Состав тандема, Ваня Зириков, Воротах, Дьяков, Тига, Бьютифулл Сек в обороне, Викинг, Шаба, Сарамутин в центре поля, Олег, Олег Казанков и Рощин в атаке. Здесь мы посмотрим 4-3-3, Александр Капулянский главный тренер, по-моему, помните, 80-е годы с Джеффом Гольдблемом такой был, ну, вы не помните. Через левый фланг, через Левшука, Питча оказался слева, Питча входит в штрафную, Питча начинает обыгрывать, опять собрал вокруг себя многих и передачу отдает на фланг. Левшук, подача, удар, ну и здесь Сек мешает пробить, то Лого атаковал, снова гола Амкала в этом сезоне. Ну и посмотрим еще раз, как вернулся в игру Арсений Левшук. Вот его перевод, перевисел здесь лого Сека, но Олег, Олег, вот он настаивает на том, что Олег, Олег, и ничего больше. Атака, удар! Это было очень опасно, это было очень опасно. Максим Казанков пробил поворотом, но на месте Муха. Представляете, какая конкуренция у Владимира Мухина в этом сезоне? Потому что взяли Макса Швагерева, одного из сильнейших в Ручьянка, это хуй, а? Никогда не играйте на стрижках в штрафную. Ну, гол! Ничего себе! Ничего себе! Феноменальный удар! Феноменальный! Ни один режиссер бы за таким не успел. Вот и не было работы у Вани Зирикова. Вот и получил он это даже не работа. Такое расстояние было покороче тогда. А вот здесь, смотрите, какой удар. И точно мяч летит в девятку. Потрясающий. Какой самый красивый гол в втором туре в Инлайн Медиалиге. Кутуз через себя. Может быть, Слон вчера, или может быть, вот этот удар Эрика. Потрясающий гол. Здесь мы видим, как он действительно потряс этот удар в ворота Вани Зирикова. Ну, вот так Ваня дебютировал. За свою команду. Действительно, свою. А в это время отвлекал всех. Кузя рассказом про то, что не нужно играть на стрижку. Ряба. Передачу отдал низом. Запрасывать не стал. А Логова издалека. Если у Эрика так получилось, такого настоящего центр-форварда. И вот передача. Добегут, не добегает. Логова отбегал. Не добежал. А вот пасы. Нет ли здесь офсайда? Анатолий Катрич. Передача на Логова не точная. Слишком сильная. Логова на атаку продолжается на вес. И выбивает мяч всех. Но еще, возможно, добивание там уже свистов. Это сработал принцип арбитра всего мира. Жди. Смотри. Потом давай отмашку. Давай доиграть эпизод. У нас здесь линии чертят, если что. Но мне показалось, честно говоря, что картридж не был в офсайде. Вот сейчас шанс. Дьяков! И отбивает Мухин. Ну, готовились. У Виталия Дьякова не один гол со штрафного. Поняет, конечно. Ну и смотрите, как он это сделал здесь. Вот между Скробутом и Эриком. Мяч подавал. Агекян защищал свой медийный статус в контентном комитете. Это было просто шоу. Зэк убегает. Зэк с мячом. Зэк отдает. Это может быть опасно. Шаба продвигает. Но здесь уже защита стандартов. Шаба навешивает. Поборолся Нико Пилиев. Удар издалека. И издалека. И высоко. И 1-0 или 0-1. И сейчас он полностью перевоплотился в противоположную сторону. Он пропагандирует здоровый образ жизни. А это удовольствие. Футбольную вот эту историю. Тренировки, работы и так далее. Ну, короче, нам показалось, что это все интересно. Ну, ждем тогда. Вот. У него здесь еще один шанс у Логуа. И даже создает новую команду. И это я еще видела. То, что недавно он давал интервью. Давай Антаку посмотрим опасную Логуа. И там открывается Имай. Прибежал Имай. Центральный защитник. И не смог. И атака Амкала. Питча. Подключается Маричев. Там на фланге Чужой. Питча отдает ему передачу. Чужой. Обыгрывает. Бьет. Рикошет от ЦК. Но и не выпустит Ваня Зириков. Здесь начинают появляться наброски футболистов, которые будут играть в следующем матче. Я не только Броков имею в виду, но и коней. Перспективные игроки. Удар издалека. Ваня Зириков. Тащит Зириков. Атакует по-ближнему Амкала. Это Чужой проходит. И встречает здесь не только Зириков, но и Виталий Дьяко. Желтая карточка. Посмотри, блядь. Иди смотри. Это пиздец, блядь. Иди смотри. Это название Кидон. Обычно желтая. Внизу нога идет. Она внизу идет. Это желтая карточка. Вот этот подкат Чужого, да? Да, да, да. Давайте посмотрим. Челлендж в середине тайма. Да, там грубая игра. Открыты шипы. Но у меня нога внизу, как я видел в игре. Сейчас посмотрим, как на видео. Так. Так, поверх мяча. Ну, он убирает ногу. Спасает, что нет продавленных. Да, поверх мяча. Нога едет на мяче. Поверх проходит. Да, вот он загинает ногу, поэтому здесь мы не можем... Нет основания для красной карточки с тем, что нога сгинает. Ногу все-таки не оставляет ее, не продавливает. Оставляет прямую, да. Нет оснований для красной карточки. Для красной, но желтую железную, конечно, ногу. А? А? Ну, он сгинает ее, Юр. Ну, а желтую вы показали. Да, желтую показал, да. Ну, понятно. То есть, это еще смотрим. Ну, давайте еще. Можно помедлить, да. Да, давайте просто за ворот. Да. А теперь быстро можно? Детали мы рассмотрели. Скорость мне интересна. Давайте посмотрим. Да. Да нет, детали все мы рассмотрели. Можно просто в обычной скорости? Скорость 2.0. Ну, что, это так лучше? Не, не. Ну, если вот в динаме, в обычной, как это. Прыжок. Да. Будем менять решение. Все-таки красная. Все-таки идет фаза прыжка еще. Скорость, наверное, да. Все это поверх мяча. Блин. Ну, то, что да, сгинает в конце. Но он на скорость уже... На скорость это видно лучше, чем в замедленной? Нет. Я имею в виду, в замедленной видно, куда, как попадает. А динамика, именно скорость, с какой он летит. Сейчас мы... Он все-таки сгинает ее не после контакта. Да, после контакта сгинает. То есть идет уже... Давайте. Сначала контакт, а потом сгибание ноги идет. Поэтому, да. И фаза прыжка достаточная скорость. Удаление. Все, правда, мяч уходит. Я на мячу. Я не всегда не судил. Чужой, я наебывать не буду, блядь. Это правда, я не буду. Конечно. Все, отмена, отмена. Ленка, заметил? Все. Красная карточка Антона Чужого. Вот я? Разумеется. Это схема 4-2-3. Потому что для Гатагова важна вот такая игра. А здесь Зириков выбегает из ворота и останавливает пичу. Он просто спас сейчас свою команду. Очень рисковал Ваня Зириков. Ну, смотрите. Здесь выбежал тренер. Мы помним... Да, вот смотрите. Эпизод, в котором Ваня останавливает пичу. Илья Тришин смотрит в это время на поле, кого только не было. Ну, меня не было. У меня просто уже проверено на практике. Потому что приходилось в прошлом сезоне так работать. И не дотягивается. Ну, остальные все там были. Атака тандема. Ой, как опасно. Удар. Мухин ловит. Забивает тандем. 1-1. 1-1. Тандем сравнял. И это Казанков. Не получилось в первом тайме. Получилось во второй. И мы ведь с вами видели, что это было опасно уже в момент удара. Ну, вот Мухин не удержал мяч. Выпустил. А дальше Амкалп упускает преимущество. Здесь не было положения вне игры. И смотреть бессмысленно. Потому что, ну, здесь очевидно все. И вот, смотрите. Удар. И набегает, добивает Казанков. Это Рощин бил. Вот он принимает мяч. Один из самых полезных в составе тандема. Пробил. Ну, и, безусловно, это гол. С авторством Владимиром. Как ни печально это говорить всегда про вратаря. Качнулся в угол в левый. Вообще, вообще, это и не пожаловаться. Я, скорее, удивляюсь, как он так быстро, по-моему, в прошлом году еще в Енисей был. А может, даже в этом. Ну, просто я еще со стадиона его видел. Да, да, на стадионе я охренел. Да, ну, с далека, Мухин. Браво, Муха, браво, умничка. Тащит Мухин. Это шапа, которая сегодня очень старается. Мне очень нравится шрифт. Да, 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 да. То есть, что-то восточное. Ну, у Тудроц самураи. Вот теперь у Амкау немного восточное. Ну, видишь, у Тудроц, видимо, задерживается из-за этого формы. Отдача. Опасный удар мимо. Блин, кстати, у Дьякова, если подождать, возможно, у него прическа, как у Карата будет. Чтобы было два Олега. Нормально. Ну, тогда у них лишний игрок на поле. Ой-ой-ой. А вот тебе красный мяч сейчас будет. Пича, Пича. Пробросил красный мяч вперед. Но здесь... Угловой, угловой, угловой. Страхуют, страхуют. Амкау, амкау, амкау. Во втором сезоне вот решили, что слишком запутано. Навес, подача. Добивает Амкау. Издалека попытка пробить. Отскакивает мяч, но и Мухин забирает. Времени остается очень мало. Здесь Мухин... Ну, и Диакмастер надавил, если честно, на красную карточку. Выбросил Мухин в аут. Ну, и теперь будет серия Булетальти. Все, спасибо большое всем, кто... Спасибо, Фил, большое. Слушал меня, надеюсь, не отлег вас от футбола. Да, пойду болеть. Ну, что ж, серия Булетальти нас ждет. Вот второй раз Амкау на эту серию устроился. Разбег. Шаба бьет. 1-0 тандем. 1-0 в серии Булетальти. Булетальти. У Лани вроде как больше. Разбег Шурыги. Дары забивает. В тот же угол. Вправо и от себя. И вот этот раз Муха угадывает, но мяч все равно влетает в ворота. Он угадывает, он дотягивает. Сейчас на повторе, наверное, увидим. Он коснулся этого мяча. Коснулся лишь слегка. И сами видите. Вот, ну почти отбил Муха. Чемпион четвертого сезона, третьего сезона. Против Ротаря, который играл в финалах неоднократно. Пока чемпионом не стал. Пича. Бьет Зириков. Ваня Зириков уже начинает писать историю. Кто-то в нем сомневался. На поле, которое для него родное. Где он играл за Броков. Столько матчей. Столько матчей выручал. Ну и вот булит. Разбег обыгрывает. Казанков это шанс и гол. Все свои булиты, все свои пенальти забивает пока тандем. Ну и для Казанкова сегодня просто бенефис. И гол в игре. И гол с булита. Ну и... А что и? А это все. И никакого и здесь уже не будет. Действительно. Ведь три, только три булита. Положенный тандем эту серию забирает и забирает этот матч. Амкал уступил. Набрал одно очко. И вот он Казанков, который сегодня приносит победу. Тандему. Переигран Мухин. Мухин сегодня ни разу не смог в этой серии выручить. Пытался это сделать ногой. Но вот Казанков. Настоящий герой этого матча. MVP. Звезда. Вы знаете, я в этой игре бы отметил еще и шабу. И рочно, если отмечать тандем. Ну а для Амкала многое решило удаление. Удаление Чужого. Об этом еще будут спорить, конечно. И после этого удаления у тандема уже было преимущество. Они давили, они были ближе к голу. Хотя Амкал тоже атаковал. Победа в серии Булетальти. Тандем набирает два очка. Это очень удачный для них дебют. Продолжение следует.